Заповедь новую. Посмотрите на работу Божью. Заповедь новую даю вам. Новую заповедь для Нового Завета. И какая заповедь? Долюбите друг друга, как Я возлюбил вас. Так и вы долюбите друг друга. Именно это Дух Святой напишет на нашем сердце. Не возлюби ближнего твоего, как самого себя. Не, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим. Бог напишет не этот закон. Он говорит, я даю вам новую заповедь, и ее Дух Святой напишет на вашем сердце. Возлюби ближнего, как Я возлюбил тебя. Именно так. А сейчас продолжение сегодняшнего послания. Единственная причина моих усилий и слов в том, что я уверен в наших с вами отношениях, и в том, что я люблю вас. Правильная вера равняется правильной жизни. Но если вы будете продолжать неправильно верить, вы будете продолжать неправильно жить. Всегда будет новый уровень того, что Он будет делать для меня для того, чтобы я хотел быть с Ним. Если бы все сводилось только к избавлению от ада, я бы все равно пел, «Иисус любит меня, это знаю я». Я все равно хотел бы быть с Ним. Он — все, что у меня есть. Я серьезно говорю. Он — все, что у меня есть в жизни. Он для меня — все. Заберите у меня все и всех. Он — все, что у меня есть. Этот вопрос для меня решен. Мне нужен Он. Для меня уже не важна репутация. Для меня уже не важен, как они называют. Контроль, ущерба. Я не терплю никакого ущерба, поскольку вижу себя во Христе. Мне необходим Он. Какое потрясающее откровение для каждого христианина, особенно для жены мужей Божьих. Вам надо исследовать себя и ответить на вопрос, «Почему я делаю то, что делаю? Если не будет этого и другого и третьего, буду ли я по-прежнему это делать?» Я отбросил все и спросил себя, «Если не будет никаких ограничений, то какой я сделаю выбор? Я выберу его». Что ж, давайте углубимся в Писание. Заповедь новую даю вам. Это интересно. Десять заповедей и остальной закон не имеют влияния на жизнь христиан сегодня. Мы этот вопрос решили, не так ли? Послание к римлянам, 10.4. Конец закона — Христос. Из Писания ясно, что какие-то законы написаны на сердцах христиан. В послании к евреям в 8 главе сказано, что Бог напишет Свои законы на вашем сердце. Прежде чем мы углубимся, надо ответить на вопрос, что же Бог напишет на нашем сердце? Какие в точности законы написаны на нашем сердце Духом Святым? Прежде всего, вот что мы знаем. 22 глава Евангелия от Матфея, стихи с 37 по 40. Вы это знаете. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Таким образом, мы знаем, что исторически любовь — это самое важное в очах Божьих. Аминь. Но давайте возьмем следующий уровень. Послание Иакова, 2 глава, 8 стих. Послание Иакова, 2 глава, 8 стих. В этом месте Писания говорится, «Если вы исполняете, послушайте, закон царский, подчеркните эти слова, по Писанию, это царский закон, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете». Ого! Это из книги Левит, 19-18. И это часть закона. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Послание к римлянам, 13 глава. И когда откроете 13 главу, прочитайте 8 стих. В 8 стихе говорится, «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме, чего? Взаимной любви, ибо любящий другого, что? Исполнил закон». Вы посмотрите на силу любви. 9 стих. «Ибо заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Хотя мы и говорим о законе. Как видите, самое главное здесь что? Любовь. Первое послание Петра, 4 глава, 8 стих. 1 Петра, 4, 8. Прочтите этот стих вместе со мной вслух. Готовы? Читаем. «Более всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Вы согласитесь со мной в том, что любовь — это главное, это ключ. А? Но идёт ли речь о законах Моисеевых? Второзаконие 6, 5. «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим». Идёт ли речь о законе из книги Левит, 19-18? Нет, речь здесь не об этом. Речь здесь не о законе любви, как о законе. Пожалуйста, поймите, что я вам говорю. Извините, я немного забежал вперёд. Давайте откроем книги Второзакония 6, 5. Второзаконие, 6 глава, 5 стих. Итак, здесь сказано. «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Любовь — это ключ. Но о той ли любви речь? Нет. Нет, не о той. Теперь, книга Левит, 19-18. «Не усти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Смешанное послание говорит, что часть Моисеева закона всё ещё действенна для нас сегодня. Если мы верим в то, что эти два места Писания, этот закон любви, Дух Святой напишет на нашем сердце. То есть, мы говорим, что часть Моисеева закона будет написана на наших сердцах Духом Святым, в то время как другую часть этого закона мы убираем. Это и есть смешанное послание. Значит, речь не об этих местах Писания. Что же он напишет на наших сердцах сегодня? Откройте Евангелие от Иоанна, 13-ю главу. Это местописание так важно для радикального утверждения, которое я собираюсь сделать. Евангелие от Иоанна, 13-я глава, 34-й стих. «Если вы там, скажите «Аминь». Хорошо. Откуда я знаю то, что я знаю? Это говорит Иисус. Хвала Ему. Заповедь новую. Посмотрите на работу Божью. Заповедь новую даю вам. Новую заповедь для Нового Завета. И какая заповедь? «Долюбите друг друга». Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Именно это Дух Святой напишет на нашем сердце. Не возлюби ближнего твоего, как самого себя. Не возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим. Бог напишет не этот закон. Он говорит, «Я даю вам новую заповедь, и ее Дух Святой напишет на вашем сердце, «Возлюби ближнего, как Я возлюбил тебя». Именно так. Помните о том, что Иисус обращается к еврейской аудитории, которая привыкла слышать, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иисус дает новую заповедь еврейской аудитории. Новая заповедь означает, что мы должны постичь, насколько сильно Бог любит нас, и передавать ту же самую любовь другим людям. Это новая заповедь. Постичь и иметь любовь, которая есть у Бога, к вам, и являть ее другим людям. Почти уже там. Первое послание Иоанна, 3 глава. О, Иисус! Первое послание Иоанна, 3 глава, 23 стих. О, да! «Если вы там, скажите Аминь». Прочтем этот стих вместе. Готовы? Читаем. «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам». А какую заповедь Он дал нам относительно любви? Любить друг друга, как Он возлюбил нас. Итак, закон в книге Левит, 19-18, говорит «Люби ближнего твоего, как самого себя». Но Иисус говорит, Евангелие от Иоанна, 13-34, «Люби других так, как Он возлюбил вас». Так что же написано на наших сердцах? Не закон Моисея, но закон Иисуса. Аллилуйя! Вам это понятно? Хорошо. Тогда каким образом нам разбираться с этим вопросом? Я говорю о стихах Библии, касающихся поведения. Как нам понимать стихи о поведении в сравнении с правилами и постановлениями закона? Вы говорите мне, что я свободен от закона. Однако в Новом Завете есть стихи, говорящие мне о том, как мне себя вести. Как это работает? Разницу можно суммировать в одном вопросе. Что, если я не исполню? Что будет, если я не исполню того, что говорится в стихах о поведении в Новом Завете? По сравнению с тем, что будет, если я не исполню правила и постановления закона? Давайте мы посмотрим. Под законом непослушание и неисполнение приводят к суровым последствиям. При Ветхом Завете непослушание могло означать смерть. Из-за непослушания можно было лишиться части тела. Мы знаем, что происходило в случае непослушания в Ветхом Завете. В противоположность этому, в Новом Завете сказано, «Все мне позволительно». «Все, брат Доллар». И какой ответ вы услышите? «Да, все позволительно, но не все полезно». Как вы видели, Павел пишет это дважды, в одном и том же письме. Так что это не было ошибкой. Он так и сказал, «Все позволительно». Нашей мотивацией к доброму выбору не должен быть страх наказания. Конечно, у грехов есть последствия. Если вы будете лгать, то вам всю жизнь придется озираться по сторонам, в ожидании последствий вашей лжи. У грехов есть последствия. Если вы будете обижать друг друга, то разрушите отношения. У грехов есть последствия. Если мы делаем неверные выборы, мы живем с их результатами. Есть последствия. «Все позволительно». Вы решаете лечь с кем-то в постель и получаете спид. Вот вам и последствия. Или у вас рождается внебрачный ребенок. Это называется последствия. То, что все позволительно, не значит, что не будет последствий. Однако Бог не наказывает и не будет наказывать христиан. Потому что все наказание было излито на тело Сына Его, Иисуса Христа. Наши грехи были возложены на Иисуса. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. «Слава Богу, гнева Божьего на христиан нет. Он был излит на Сына Божьего Иисуса». Таким образом, стихи о поведении в Новом Завете не являются законами, которые надлежит исполнять из страха наказания. Стихи о поведении в Новом Завете — это советы, которые любящий Отец дает нам относительно того, что является конструктивным и полезным для нашей духовной жизни. На первый взгляд, грех предлагает нам, думаю, я это говорил уже, нечто наподобие празднования Дня Независимости с фейверками, барбекю и прочим. Однако, помните, что на следующее утро вам придется убирать мусор. Если вы делаете выбор делать поступки только на основании того, что они позволительны, то результатом будет мусор. И Павел задает этот вопрос в 21 стихе 6 главы послания к римлянам. Я уже открыл. Послание к римлянам 6.21. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть. Послушайте этот стих в расширенном переводе. Но какую же пользу, результат, имели вы от того, что теперь стыдитесь? То, что вы выбирали делать тогда, ныне принесло стыд. Никакой, потому что конец этих дел — смерть. Главная мысль Павла в том, что от греха нет никакой пользы. Он знает результат неверного выбора. Какая польза попусту тратить время на грех и получать в результате стыд? В то самое время, как мы обладаем привилегией быть причастниками Божьей природы и переживать в себе самого Христа. Хорошо. По-видимому, у меня есть все части для того, чтобы сложить мозаику. Итак, как я сказал сегодня утром, грех подобен сахару. В сахаре нет вообще никакой питательной ценности. Тем не менее, он обладает хорошим вкусом, дает энергию и приносит удовольствие. Пожалуйста, поймите, он приносит удовольствие. Однажды я пришел в магазин, и там были такие штуки с яблоками. Оладьи, оладьи с яблоками. Я проходил мимо, и вот увидел одну. Я сделал так, как делает брат Джон. Я взял пакет и положил туда одну оладью. Там было еще штук семь, и они выглядели такими одинокими. Я взял еще одну, и еще одну, и потом взял все, что лежало на лотке. Я зашел в кинотеатр и вытащил свои оладьи. Они были такими вкусными. Я просто поел эти оладьи. Просто поел. И я съел, а они были большими. Я съел их штук восемь. О, у меня был такой прилив энергии. О, да. У меня был прилив энергии, и я бурно реагировал на события фильма. О, ха-ха-ха! О, ха-ха-ха! Но прошло сорок пять минут, и... Я сдулся, как воздушный шарик. Ноги отяжелели, я стал их растирать, чтобы разогнать сахар. Стопы онемели, и куда же девалось веселье? Вот так же и с грехом. Вообще никакой питательной ценности. Пока вы делаете его, веселье, вроде бы хорошее время. О, да, здорово. Но когда все заканчивается, вообще никакой пользы. Потому что плоть не пользует немало. От греха вообще никакой пользы. Это на сто процентов пустая трата времени. Оладьи не принесли мне никакой пользы. Ничего не прибавили к моей жизни, не сделали ничего хорошего для моего здоровья, не укрепили мышцы. Не принеся никакой пользы, они лишь принесли мне то, чего я не хотел — жир. Жир можно назвать символом стыда. Раньше я отказывался от сахара, и все было хорошо, но когда я наелся его, то мне пришлось иметь дело со стыдом. А может, и вам надо привести свою жизнь в порядок? Что случилось с целым пакетом оладий? И от последствий сразу не избавишься. Вот так же и с грехом. Никакой ценности для вашего характера. Никакой ценности для вашей духовной жизни. На сто процентов напрасная трата времени, и все, с чем вы в результате остаетесь, вам стыдно за сделанное. Вы вспоминаете, что весело проводили время. Почему же теперь стыд? Ведь тогда вроде бы было хорошо. Если бы оладьи не были сладкими, может быть, я бы их и не ел. Знаете, какое отношение у меня теперь? Можно есть оладьи и целый день. Но в сахаре нет никакой ценности, и он не приносит мне никакой пользы. Он мне ничего не даёт, а только отнимает. И конец злоупотребления сахаром — смерть. Конец — смерть. Он отнимает у меня, и я не буду в равстве желания плоти. Я не буду в равстве желания плоти. Я не позволю, чтобы желания плоти стали моим Господом. Они не займут место того, кого я люблю. Вы думаете о том, что будет с вашей церковью, если вы освободите людей и скажете им истину? Вы так боитесь сказать им истину. А истина вот в чём. Вы обладаете даром невменения грехов. Поскольку вы праведны перед Богом, Он не вменяет вам никаких грехов. Однако у вас есть выбор. И если вы сделаете плохой выбор в том, что касается греха, то нет, никакого сомнения в том, что грех никаким образом не коснётся вашей праведности. Однако в вашей жизни он точно коснётся. Для чего идти на небеса, образно говоря, пройдя через ад? Вы пытаетесь остановить людей от греха, проповедуя им закон. Однако именно закон побуждает их продолжать грешить. Вы думаете, что помогаете им, при этом боясь сказать им истину. Вы боитесь им сказать, «Кровь Иисуса освободила вас. Грехи не вменяются вам. Вам всё позволительно, но не всё полезно». Поэтому не думайте, что из-за того, что грехи не меняются вам, вы можете принимать плохие решения, и эти плохие решения не повлекут за собой никаких последствий. Верьте правильно, и будете жить правильно. Но я знаю, что проповедники очень боятся, как и во времена Августина Блаженного. В греческом тексте таких слов, как «судилище Христова», не существует. Слово «бематос» переводится как «седалище Христова», вместо наград. Но не судилище Христова. Однако Августин подумал, «Надо сказать верующим что-то жёсткое, чтобы они боялись поступать неправильно». Он думал, что освобождает их, а на самом деле привёл в рабство. Итак, в Библии греческое слово «бематос» переведено неправильно. Слов «судилище Христова» там нет. Да, суд у Великого Белого Престола будет. Однако слово «бематос» переводится не как «судилище», а как «седалище Христова». А почему не «судилище Христова»? Потому что суд уже произошёл. Суд над грехами уже произошёл. За них уже заплачено. Дело уже сделано. Дамы и господа, выбор за вами. Вы можете правильно учить, чтобы верующие правильно верили. Или же следовать традициям человеческим, которые будут держать вас, вашу семью и вашу церковь в тисках закона. Вы боитесь, что после того, как вы скажете людям истину, они будут поступать неправильно? После того, как вы поймёте, насколько Бог любит вас, вы будете говорить истину постоянно. В Писании сказано, «Грех не должен владычествовать над вами». Говорите истину. Говорите истину. Ограничений нет. Когда я понял, что ограничений нет, от многих искушений я избавился. И это благодаря Иисусу. Я больше не смотрю на фривольно одетых женщин. Бог освободил меня от этого. Я выбрал Иисуса и свою жену Тафи. Это легко.